Добрый вечер всем участникам чата «Активист». Сегодня эфир буду вести я, Жанна Ботта. Я надеюсь, что меня хорошо слышно. Давайте сначала проверим это, и потом я расскажу, о чем мы сегодня будем говорить. Ну, прежде всего, я бы, конечно, хотела рассказать вам сегодня о том судебном процессе, который мы выиграли сегодня в Украине. Это очень важный процесс, и мне, конечно, приятно разделить с вами радость этой победы. Кроме того, у нас очень важные проблемы, связанные с политзаключенными, которые появились именно в этом году, люди, которые появились благодаря нашей борьбе, и не только благодаря нашей борьбе, то есть в других сегментах общества тоже протесты идут, и в результате появляются люди, которые попадают в тюрьмы, попадают под политические преследования. И мы поговорим о том, что мы можем с этим делать, как мы можем с этим бороться, и что нам придется менять взгляды на эту ситуацию и, видимо, становиться более активными, самоорганизовываться и в этом направлении в том числе. Я, конечно, постараюсь ответить на те вопросы, которые возникнут. Должна рассказать вам небольшую предысторию. В Украине я подала в миграционные службы Киевской области заявление о предоставлении мне статуса беженца, то есть убежище по политическим мотивам. Если кто-то следил за моей историей, мне в этом статусе отказали в Украине, отказали, и при этом я была привлечена к суду и находилась 32 дня под арестом в Украинском СИЗО. Все эти процедуры мы выиграли тогда, и адвокаты агентства Арио с блеском доказали, что все преследования в отношении меня являются политически мотивированными, что позволило меня освободить, и мы смогли позже, после этих судов, подать заявление исковое против миграционной службы Киевской области, чтобы они предоставили мне политическое убежище. Тоже были нелегкие судебные слушания. Мы проиграли первый процесс, несмотря на то, что были блестяще подготовлены. У меня очень профессиональная защита. Люди, которые предоставляют мне здесь поддержку, защиту, делают это совершенно бесплатно. Эта организация называется правозащитный фонд «Право на захист», который учрежден Организацией Объединенных Наций, ОВКБ ООН. Эта организация защищает права беженцев, не только мои, но и всех, кто обращается к ним за помощью совершенно бесплатно. И там работают люди очень высокопрофессиональные, которые умеют бороться, причём во всё это включаются и сердцем, и душой, я бы сказала. И те процессы, которые они со мной прошли, и для них, и для меня были серьёзным испытанием, и мы вот сегодня победили. В чём заключается смысл этой победы? Суть решения в том, что теперь наши требования, то есть исковые требования удовлетворили в том, что мы можем снова обратиться в миграционные службы Киевской области и повторно рассмотреть заявление о том, чтобы нам предоставили статус беженцев. Я говорю «нам», потому что со мной вместе в этом процессе участвует мой ребёнок, Ансар, поскольку мы с ним вместе пересекли границу, приехали сюда, и он, естественно, ко мне привязан. Точно так же, как у меня, его документы были сразу переданы в миграционную службу, ну и мы, по сути, здесь, так сказать, заложниками этой системы, заложниками этой процедуры являлись очень долго, то есть мы не можем никуда выехать, не можем пользоваться какими-то банковскими счетами и так далее. Ну, то есть мы как бы почти нелегалы, будем так говорить. Вот. И сейчас эта ситуация начнёт меняться. То есть для меня и для Ансара это очень важный был день, очень важная победа, потому что теперь миграционные службы через какое-то время будут рассматривать снова. К тому же у нас появились новые факты политического преследования, они гораздо более весомые тех предыдущих фактов, которые я подавала Украине. И с учётом всего этого ситуация, конечно, будет меняться, и в какой-то момент я всё равно получу статус беженца, соответственно, у меня будут документы, и я смогу уже передвигаться и так далее, не только по Украине, но и какие-то другие страны. Я хочу отметить, что и для нас, и для украинского общества это было очень важное решение. Ещё и потому, что важно было продемонстрировать, что правосудие в Украине есть, что система правосудия работает справедливо и честно. И те суды, которые я вот именно в апелляционных инстанциях проходила в Украине, они очень красноречиво демонстрировали участие независимых самодостаточных судей, которые могут принимать решения именно опираясь на собственное мнение, на независимое судебное мнение. То, чего никогда не встретишь, конечно, в Казахстане. То есть если сравнивать эти процессы, то они, конечно, отличаются, и разница колоссальная. На моём судебном процессе можно было отследить, как работает украинское общество. Можно было видеть, как работают СМИ, можно было видеть, как работают просто люди небезразличные, те же адвокаты, активисты и так далее, то есть те люди, которые приходили поддержать. Люди разбирались, люди писали, каждый что думает, то есть каждый что видел, оценивали эту ситуацию как умеет. То есть мне могли задавать неудобные вопросы. Я очень много дала интервью в Украине зимой, осенью прошлого года. И сейчас я иногда прихожу на интервью, и действительно могут задавать неудобные вопросы, могут задавать очень странные вопросы. Но всё это очень прозрачно, и всё, что нужно узнать, всё, что нужно донести до общественности, они в итоге донесли. И, соответственно, именно давление общества, давление СМИ. При этом у нас в моих процессах участвовали народные депутаты Украины. Светлана Залищук, как вы знаете, была моим поручителем. Кроме этого, огромное количество депутатов ещё были включены в эту ситуацию. Это так называемая молодая группа, где Мустафан Аем, Елена Сотник. Сейчас не могу вспомнить все фамилии, но я, конечно, обязательно буду всех благодарить. Правозащитники украинские. Александр Павличенко, например. Здесь огромное участие приняли в моих процессах люди, которые занимаются правозащитной деятельностью. И просто даже блогеры гражданские приходили и освещали этот процесс с большим интересом. И для украинцев в этом смысле тоже очень важно, что правосудие работает, что они как общество умеют влиять на какие-то процессы в государстве, потому что на самом деле были включены огромные силы, противостояние, особенно в самом начале, стояло просто невероятное. Здесь было настолько много шло публикаций и так далее, которые были проплачены. Это всё потом доказали люди, которые занимались моей защитой, сумели доказать, что дискредитационная деятельность была оплачена. Это очень легко всё прослеживается. И они всегда видят, поскольку у них СМИ всё-таки свободные, они всегда видят заказные публикации, отличают их от тех, которые написаны по-другому. И в этом смысле украинское общество на меня произвело огромное впечатление. Так же, как представьте, что такое, тебе на процесс приходит народный депутат и говорит, я хочу поручиться за гражданку Ахметову. Конечно, это немыслимо для наших депутатов, которые подхалимы. Например, госпожа Ахаменова кричит «Я ребёнок Елбасы». То есть эти люди настолько убогие, они не понимают, что они служат не Елбасы, и что «Я ребёнок Елбасы» — это глубоко противно слышать народу. Когда Бахатгуль Хаменова об этом заявляют с такой гордостью и с такой помпой, что их долг, например, защищать народ так же, как это делает Светлана Залищук, которая пришла и совершенно постороннюю какую-то женщину-казашку защищала в судах, и в Верховной Раде два заседания посвятили моему делу. То есть внутреннее заседание и ещё открытое совещание всей Рады, где Светлана дала такую речь, от которой просто мурашки по спине и слёзы наворачивались, потому что ей было не всё равно. Если бы у нас были такие справедливые депутаты, если бы они были такие же неравнодушные, честные, порядочные, ну, конечно, у нас была бы совсем другая страна. Люди бы не позволяли друг другу воровать, лицемерить, совершать преступления, должностные, коррупционные и так далее. То есть это совсем был бы другой мир. Сегодня ко мне звонят очень многие журналисты. Я тоже стараюсь, вот сейчас ещё не успела всем отписаться, но я стараюсь всех отблагодарить, потому что действительно огромное количество людей участвовало в освещении этих процессов. И в Украине много журналистов, то есть и страна здесь, и плотность населения выше, понятно. Журналистика, она конкурентная здесь, и она очень сильно отличается от того, что мы, конечно, у нас нет журналистики, от того, что мы привыкли видеть. И публикации сами отличаются, и мнения отличаются, и авторы, и оформление рубрики. Всё это очень сильно отличается, потому что людям приходится конкурировать. Я сегодня, допустим, только выехала из создания суда, и немедленно мне уже начали звонить и просить прийти на интервью и так далее. Это нормально, потому что в каждой стране, каждый старается в свободных странах, там, где есть свободные СМИ, люди стараются быстрее осветить какие-то новости, чтобы быть первыми, и первыми там получить как можно больше просмотров и так далее. Отвечу сразу на вопрос, статус беженца. Ещё раз повторяю, я буду получать. Теперь в процедуру меня вернули, оформление этого статуса. И, видимо, в течение полугода мы его всё-таки получим. Гражданство Казахстана у меня никто не может забрать. Я по-прежнему останусь гражданкой Казахстана. Мне дадут паспорт, который будет защищать меня, то есть документ, которым государство Украина будет защищать меня. То есть это статус беженства, защиты. То есть, допустим, там, где будут казахстанские власти притязать, скажем так, на мою свободу, предъявлять претензии, всё это уже не будет работать. Например, все процессы об экстрадиции и так далее теперь уже будут остановлены, потому что меня вернули в процедуру оформления статуса беженства. И эта процедура, соответственно, отменяет все запросы Казахстана по экстрадиции. Я хочу сказать, что эта борьба, ей тоже предшествовала определённая моя личная борьба. Давайте не будем забывать о таких вещах, как публичность, и о том, что максимально надо бороться с преследованиями только с помощью, вот как говорят у нас видеокамеры и прямого эфира. Что мне помогло в Украине в первую очередь? Это мои прямые эфиры, которые я снимала в огромном количестве в Казахстане. Ко мне очень часто приходила полиция. Мы жили в многоэтажном доме, где был консьерж. И я понимала, что если ко мне на 14 этаже стучат в дверь, это не просто так, это не мои друзья, они мне звонят, и там у нас пропускная система. Если пришли вот так и стучат, значит, это пришла полиция. Я всегда включала прямой эфир, фейсбук запускала, и только после этого открывала им дверь. И сразу высвечивала все их претензии, всё, с чем они пришли. Неважно, что эти люди принесли с собой, повестки, угрозы, неважно. Важно, что все они попали на мою камеру и остались в фейсбуке. Я бежала там с двумя сумочками маленькими, буквально без вещей, без ничего. Все мои доказательства остались в фейсбуке, потому что я вела прямые эфиры. И когда мы приехали с Ансаром в эту чужую страну, у меня были эти доказательства с собой. Я просто восстановила аккаунт и смогла предъявить миграционным службам, судам, те факты преследования, которых у меня было в избытке, в огромном количестве, зафиксированы на видео, что явилось, конечно, очень важным аргументом. Не дожидаясь конца эфира, хочу поприветствовать всех участников чата, сказать, что со мной всё в порядке. Сейчас выступают разные активисты, другие гости. Поэтому я думаю, это очень полезно всех послушать. Я очень часто выступал и сейчас сделаю некоторый перерыв. Я вас тоже очень сильно призываю к тому, чтобы вы не боялись пользоваться этим. Потому что власть, она очень сильно и серьёзно боится, когда освещают их нарушения, их преступления против гласности, против свободы слова, свободы самовыражения. То есть вот эти вещи, когда мы показываем, мы высвечиваем, они тоже становятся безоружными. Это аргумент, это ваше доказательство, что вас преследуют неправомерно. Вот у нас, допустим, полицейские, которые, так сказать, втихаря вершат свои дела там, фабрикуют, фабрикуют все абсолютно, уголовные дела фабрикуют абсолютно все, каждый. В любом уголовном деле присутствует элемент сфабрикованного какого-то, сфабрикованных каких-то доказательств и так далее. Поэтому, когда вы показываете, что вас преследуют по политическим мотивам, что за вами гоняются из-за того, что вы где-то вышли с синими шарами, вы уже себя можете обезопасить хотя бы от таких моментов, как сфабрикованные какие-то доказательства, от таких моментов, как, допустим, лица, которых не было в ваших делах и так далее. То есть эти вещи, которые те же следователи потом перестанут делать какие-то нарушения, понимая, что к ним такое пристальное внимание, они будут действовать в рамках процессуального кодекса и стараться не нарушать. И если даже что-то они будут там вытворять и нарушать, они будут делать это максимально осторожно, с условием, что потом он сможет доказать свои слова. Быстро отвечу сейчас вот по поводу, почему я выбрала Украину. У меня вообще-то не было выбора. Дело в том, что я до последнего как-то очень наивно думала, что мне не придётся никуда уезжать, убегать. И я на самом деле даже не имела документов. То есть у меня был просрочен паспорт, у моего ребёнка вообще не было паспорта. И я вынуждена была в срочном порядке изготовить паспорт. И бежать — это всё за три дня моё решение пришло. И мне пришлось бежать в ту страну, где нет визового режима. Отсутствие визового режима определило выбор. Поэтому я бежала именно в Украину. К тому же это русскоязычная страна во многом. То есть здесь есть возможность говорить по-русски абсолютно спокойно. И люди очень многие говорят по-русски, то есть обращаются к тебе по-русски. И ты понимаешь многие вещи. Тебе удобно адаптироваться здесь. Поэтому я выбирала вот очень спонтанно от безвыходности. Вернуться в Казахстан я очень хочу. У меня в Казахстане есть родители. У меня в Казахстане есть две сестры, двое детей старших. Я очень надеюсь, что я сумею вернуться, застать всех живыми. Несмотря на то, что, конечно, мои родители, и мама, и папа, у них очень серьёзные проблемы со здоровьем. И для меня это очень тревожная такая вот вещь. То есть это то, о чём я постоянно беспокоюсь. У меня очень тяжело больная сестрёнка родная. То есть там есть люди, которые просто очень нуждаются во мне, очень нуждаются. И я, конечно, хочу вернуться. И мы сделаем всё для того, чтобы мы могли вернуться в свою страну. Это наша страна, и мы должны туда все вернуться. Потому что так жить невозможно. Это ненормально и неправильно, что столько людей сегодня уезжают. Я думаю, что вернутся те, кто поехал просто зарабатывать. И очень многие люди, я вижу это по Украине, возвращаются, потому что они хотят своей стране помогать. Это нормальное гражданское чувство. Для этого не надо быть каким-то там политиком, каким-то там, ну я не знаю, лидером или ещё что-то. Для этого нужно иметь просто обыкновенное гражданское чувство любви и ответственности к своей стране. Многие люди вот сейчас в Украину, я вижу, как возвращаются специалисты, поднимать свою страну. Это абсолютно нормально. И к нам в Казахстан вернутся те, кто уехал. Причём вернутся с радостью и будут счастливы поделиться тем опытом, теми знаниями, которые они получили на Западе, где-то в лучших странах. По поводу Орда Кашин. Орда Кашин в Киеве, мы с ней дружим, мы общаемся, мы делаем много важных дел вместе. Орда Кашин придёт в наш чат, будет выступать в этом чате. Я хочу сказать, что это тоже огромный и очень важный пример политической борьбы. Я вот сейчас узнаю подробности дела Орда Кашин, которое было сфабриковано в Шимкенте. Очень многих деталей мы не знали, и меня некоторые детали потрясают вообще до глубины души. Айнура, маленькая дочка Орда Кашин, то есть маленькая хрупкая девочка, она противостояла девяти силовикам. Девять человек одновременно обрабатывали её и заставляли написать против своей матери бумагу, подписать, что она душевно больной человек. Эта девочка не испугалась никаких угроз, не испугалась, не повелась, так сказать, на их враньё, ложь, шантаж и так далее. Конечно, угрожали ей там и по работе, и её отцу угрожали. И там многие вещи говорили, что маму отправят в Актаз. То есть Актаз — это для тяжёлых душевно больных лечебница возле Талгара под Алматой. Она очень страшная, эта лечебница туда отправляют убийц, маньяков, и вот туда отправили нашу Наталью Ласик, к сожалению. И вот угрожали отправить туда Орда Кашин. Это девочка необычайного духа. Я восхищаюсь её духом, силой её духа, потому что она смогла противостоять вот этим людям. Более того, она противостояла обману даже тех людей, которые должны были ей помогать. Потому что всегда происходят такие моменты. Если она готова бороться, то это не значит, что готовы бороться её адвокат. Это не значит, что готовы бороться её родственники. Это не значит, что готовы бороться её друзья и сослуживцы. В таких случаях люди остаются одинокими. Это страшно, но это не смертельно. Гораздо важнее было спасти репутацию своей матери и, самое главное, сохранить свою Личность, не разрушить её вот этими ложными сотрудничеством с властями. Чем занимается наш режим? Он разрушает людей, разрушает их изнутри, когда он ломает, ломает, ломает по одному. Так вот эту маленькую девочку не сломали. Я просто перед ней, перед её мужеством преклоняюсь. По поводу Ордак. Ордак Ашим — это тоже удивительная женщина. Я очень надеюсь, что мы… Может быть, даже завтра выступит в нашем чате. Мы готовимся к выступлению этому. Вот. И вот представьте, да, что может чувствовать человек, который закрыт, изолирован от внешнего мира, закрыт в психушке. Вот вы представьте, только подумайте. Который пришёл на допрос к следователю, пришёл, доверившись государству, доверившись тому, что государство делает. И вместо того, чтобы получить какое-то расследование, адекватные какие-то процедуры, меры, её обвиняли по 174-й статье «Разжигание социальной розни». Вы знаете, популярная, любимая статья у властей сейчас, политическая. И вдруг вместо допроса её привозят в морг. Там в морге какие-то посторонние люди её освидетельствуют. Абсолютно чужой человек говорит, ходатайствует, чтобы её положили в психлечебницу и называет себя опекуном. И вот эта женщина остаётся в изоляции, абсолютно без информации, без связи с внешним миром, не понимая, что творится в её семье, что происходит в её доме, что будет с ней в конце концов. И стойко терпит, ждёт и знает, что обязательно к ней придут на помощь. Знает, что полагаться можно только на себя, на свои силы, не доверять этим врачам, не доверять следователям, не доверять даже адвокатам, которые приходят якобы её выручить. И даже не принимать продукты. То есть вот это всё понимание к ней пришло. Я понимаю, какая-то была тяжёлая травма. На самом деле это, конечно, очень травмирует любого человека. Любая изоляция, тюрьма, тем более психбольница, тем более вот в таком качестве, в котором ей пришлось это пережить. Это тяжёлая травма. Ну вот смотрите, человек, во-первых, всё это преодолел, во-вторых, принял правильное решение. Сама одна, не опираясь ни на чьё-то мнение. Это очень тяжело, остаться наедине с собой и принять правильное решение. Решение, которое могло стоить ей свободы, жизни в конце концов. Но она пошла на это и приняла это решение. И оказалась права. И она стояла на своём до конца. Именно таким способом Ордак победил этот режим. Если бы она пошла хоть на какое-то там малейшее сотрудничество, договор и так далее, этого бы не произошло. Ну и плюс, конечно, наша с вами поддержка сыграли колоссальную роль в её освобождении. Теперь я хочу вам сказать о том, что у нас происходит с нашими активистами, с теми, кто сегодня преследуется по политическим мотивам. Мы сегодня считали, в связи с тем, что вот даже идут мои суды, и мы как-то апеллируем к словам обвинений и так далее, защитников миграционных служб, которые утверждают, что в Казахстане хорошая обстановка, и что там можно, что это демократическая страна, и что там не страшно жить и так далее. И я сегодня просто случайно, пока ожидала этот судебный процесс, я попыталась подсчитать, сколько у нас людей сегодня преследуется по политическим мотивам. Просто так, на скидку, я насчитала около 30 человек. И я хочу сказать, что это тяжёлое и страшное открытие, потому что в прошлом году за весь период организация «Открытый диалог» опубликовала списки политзаключённых Казахстана. Их было 38 человек за весь период. То есть это списки людей, где и Мухтар Джакиш, и Фарон Табек, те, которые уже давно сидят. И вот представьте, только в этом году у нас возбуждены дела, и люди находятся под следствием, либо уже получили сроки, либо сейчас находятся в судах. Я насчитала просто так, на скидку, около 30 человек. И это означает, что ситуация с правами человека в Казахстане катастрофическая, критическая. Эту ситуацию обострили мы с вами. Мы с вами начали проводить протестные действия и показали, что власть не терпит абсолютно ничего, что можно выражать, о чём можно говорить свободно, то есть в адрес, никакой критики и так далее. То есть власть не воспринимает никакой свободы слова и так далее, и людей преследуют. И вот эти цифры, они красноречиво отражают ситуацию в стране. Это означает, что нам надо продолжать с этим бороться, потому что иначе это всё придёт в каждый дом буквально. Чтобы не быть голословной, давайте вместе пройдёмся просто по этому списку. С прошлого года под арестом находится Искандер Ерембетов. Абсолютно по политическим мотивам преследуется брат Ботеджер Демали, где следствие в лице Перова Сергея, руководителя межконтинентальной группы по поимке особых преступников, вдруг занимается делом, как они считают, заурядным мошенничеством. И почему-то целая межконтинентальная группа, ОМОН, все СМИ, все каналы наши занимаются делом Искандера Ерембетова, заранее создали ему имидж преступника, причём с самого начала его обвиняли в том, что он отмывает деньги, облязывая, потом ничего не доказав, в надежде, что они будут избивать Искандера и выбьют из него признательные показания, они заявили вот такое абсурдное обвинение, но у них ничего не вышло, и им пришлось двигаться, двигаться, двигаться. В результате всё, что они могли сделать, сфабриковать дело по мошенничеству, и сейчас даже этого они не в состоянии доказать, потому что даже маленького какого-то, какой-то финансовой афёры, как они считают, у них нет возможности доказать, потому что дело сфабриковано от начала до конца. Вот, пожалуйста, политический мотив уже есть, вот только по этому делу. Плюс у нас два дела по джихадистам, так называемым, с прошлого года тянутся, это Алмаджу Могулов и Кинжибе Кабишев. Сейчас вот о них ещё поговорим. Алмаджу Могулов и Кинжибе Кабишев. Нам с вами предстоит защищать этих ребят в суде, поэтому я хочу немного рассказать тем, кто не в курсе. Сфабриковали дело очень топорно. Сначала Алмад с ребятами, с которыми они вместе ходили в Парганде, обсуждали какие-то политические моменты, обсуждали будущее страны, без призывов, без каких-либо высказываний радикальных, как это делают нормальные граждане. Причём все эти вещи записывались в эфир, потому что, ну, чтобы власть не предъявила потом никаких либо обвинений, там, разжиганий и так далее, как она у нас любит. Алмад сам по профессии юрист и прекрасно понимал, в каких рамках надо двигаться, чтобы не напроситься, скажем так, на уголовное преследование. Но даже в этом случае власти сфабриковали дело очень грязно. То есть он попал на квартиру к ребятам, которые втёрлись к ним в доверие вот в этом парке Ганди. Они оказались сотрудниками КНБ, сотрудниками спецслужб, либо их провокаторами наёмными. И вот потом на этой квартире сняли тот злополучный ролик, где они уже призывали к открытому джихаду, всякая глупость. То есть люди стояли с бутафорским оружием, сзади висела вывеска, которую власти продали, как какой-то лозунг Аль-Каиды. На самом деле оказался невинный исламский, исламская надпись невинная совершенно. И на арабской вязи. И вот этот ролик выдали всей стране, продемонстрировали. Вот смотрите, вот люди, которые за ДВК, смотрите, сначала они кричат «Алга ДВК», а потом они делают вот так, и вот так, и вот так. То есть вот такое дело сфабриковали. И вот смотрите, 8 месяцев люди сидят, Кинжибе Кабишевы даже на этих роликах нет. А Маджи Могулов хотя бы просто там вот в той комнате сидел, где он говорил «Алга ДВК». На втором ролике, где они там призывают джихаду, его нет. Там стоят люди в балаклавах с закрытыми лицами. И то двоих там или троих людей опознали, эти люди все на свободе, и мы знаем их адреса, имена и так далее. Но этих людей никто не задерживает, никто не привлекает их к ответственности. Адвокаты требуют. И это все не происходит. Вот так фабрикуют у нас дела. Делом этим занимаются следователи, красавица Толгана Иржанова. Я как-то публиковала у себя на странице ее портрет, где она стоит с пистолетом в руке. И вот имена таких следователей мы будем копить. Потому что если вы занимаетесь фабрикацией уголовных дел, невинных людей закрываете в тюрьмы, ломаете их жизнь, жизни их семьи, детей, за это следует потом отвечать. Это очень тяжкое вообще человеческое преступление против совести собственной. Как можно вот так взять и сломать человеку жизнь ради прихоти каких-то там людей наверху? И вот поэтому у нас скоро начнутся суды по Алмату Жумагулову и Кенджбеку Абишеву. Я, конечно, вас всех призываю, чтобы мы в этом участвовали. Я хочу сказать, что у нас очень тяжелая ситуация по Мурату Тунгишпаеву, которого задержали в Бишкеке, экстрадировали его из Киргизии в Казахстан, вероломно и подло. Казахские власти обещали, что не будут возбуждать других дел, кроме тех, по которым его экстрадировали в Казахстан. Но не успели его сюда доставить, как на него возбудили 266-ю статью, которая на самом деле его положение ухудшает. 405-я статья — это такая нетяжелая статья, по которой многие люди получают условные сроки, уходят домой. А здесь вот именно статья с тяжкими последствиями, когда могут более… то есть срок может быть реальным, и для Мурата в данном случае это будет критически, потому что у него страдает зрение, ему обязательно надо лечить глаз, и всё, что сегодня делают власти, можно характеризовать только пытками. Потому что человеку нужно оказывать, и важно оказывать медицинские услуги до тех пор, пока он не потерял зрение. То есть если вы этого не делаете, значит, он останется слепым, у него есть трое детей, он должен иметь зрение, и они обязаны об этом заботиться. Но власти делают всё, чтобы он пострадал, то есть они намеренно создают такую обстановку немыслимую, чтобы пострадало его здоровье. Это преступление. И за это тоже кто-то должен будет понести ответственность. Кроме этого, у нас Осет Нуржуубай, у нас Осет Абишев, у нас были осуждены несколько человек, трое человек в Астане, Степной Лис, Драгон и Патриот, если вы помните, наши участники нашего чата, все они сейчас на свободе, получили условные сроки. У нас ещё трое человек были осуждены в Алма-Ате, Акмарал Табылова и ещё двое парней, один из которых был админом в нашем чате. И тоже они сейчас все на свободе, получили условные сроки по 405-й статье. Условные сроки у нас два человека получили в Костанае. Сейчас по 405-й статье возбуждено дело ещё примерно на 8 человек, включая Бакизу Халелову из Уральска, у которой сейчас начнутся суды. И включая Сиэтану Ржоубаю, у которого тоже сейчас идут суды, и надо его поддерживать, потому что на мальчика тоже оказывали невероятное давление, но он выстоял, он молодец, проявил характер и стойкость. И просто у меня нет слов восторга его силам и так далее. И вот со всеми этими вещами вот теперь я понимаю так, что нам надо будет бороться тоже организованно, поскольку количество этих людей растёт, количество этих задержаний растёт, и нам надо этому противостоять. Я хочу вам сказать, что именно Европарламент, именно ПАСЭ, именно те правозащитные организации, которые сегодня ведут активную работу с нами, приезжают практически на каждом процессе, теперь присутствует правозащитник, наблюдатель из Европейской миссии. Это очень важно, такого никогда ещё не было в истории Казахстана. И если вы считаете, что это не принесёт результаты, вы ошибаетесь. А Казахстане, вот просто сейчас лето, скажем так, не сезон политический, но придёт время, сейчас вот наступит осень, активный политический сезон начнётся, и все эти результаты, они начнут сыпаться. То есть всё, что мы накопили, то есть всё, что мы собрали, это ляжет в основу тех резолюций, тех требований, которые будут выставлены к государству Казахстан, правительству Казахстана, чтобы соблюдать наши права, защищать наши права. Но это очень такая, скажем, мысль неправильная, что нам может купить Европарламент. Каких-то отдельных личностей можно, конечно, купить, но это не значит, что можно купить весь парламент. На то он и парламент, и это многочисленный парламент, то есть там, по-моему, больше 700 человек, чтобы иметь разноголосие, иметь разные голоса и взгляды. И вот когда к нам едут политические правозащитные миссии, наблюдатели, исследователи, если вы заметили, это всегда разные люди. Это очень важно, потому что складывается мнение с разных источников. Люди едут с разных стран, с разных правозащитных организаций. Они смотрят по-разному все, допустим, каждый со своей миссией едет, смотрят на нашу ситуацию, видят одну и ту же картину, одни и те же мотивы преследования, одни и те же нарушения прав человека. И всё это системно, системно копится, собирается. И напрасно вы думаете, что вот эта целостная картина, которую мы с вами создаём на самом деле, она не принесёт результатов. Это будут очень большие результаты. И Мухтар Аблязов об этом много раз говорил в чате, что Казахстан не в том положении, это не Россия, это не настолько самостоятельная страна, чтобы качать права в Европе, чтобы качать права, вот так вот выпендриваться, как умеет Назарбаев, там, где есть сильные страны, которые вправе потребовать от них соблюдение прав человека. Не надо было подписывать международные конвенции, не надо было утверждать себя социальным, демократическим государством, которое обеспечивает права граждан. Но если вы это заявляете, пожалуйста, отвечайте за свои слова. И обязательно об этом будут говорить и спрашивать. Еще я хочу сказать, что вот эта вот ваша вот эта уверенность, что купить можно всех. Вот сегодняшний суд со всей очевидностью доказал, что не всех можно купить. Спецслужбы Казахстана, я уверена, много средств остались здесь, в Украине. Я это видела по первому процессу, с какими нарушениями он шел. Я видела, что людей покупали, которые писали какие-то вещи, людей покупали, которые пытались меня похитить. Естественно, всем этим людям платили деньги. Но однако, смотрите, в суде апелляционной инстанции вот после задержания в Лукьяновской тюрьме меня освободили. И до этого был еще один суд апелляционной инстанции, который рассматривал временный арест, то есть там было у меня два заседания в апелляционных инстанциях по разным арестам. В обоих судах апелляционных меня освободили. Признали преследуемым по политическим мотивам. Что такое апелляционный суд? Это трое судей, каждый из которых принимает независимое решение. Нельзя купить всех, невозможно купить всех. Я прошла три апелляционных суда в Украине, и все три апелляционных инстанции вынесли решение в мою пользу. Как я могу после этого утверждать, что Назарбаев может купить всех? Никак. Потому что везде и всюду прежде всего права человека, законность, конституционные права и так далее граждан должны соблюдаться. И Украина строит именно такую страну. И то, что мы сегодня выиграли процесс, доказывает в очередной раз, что бороться надо, нельзя оставлять это все так, и все время думать, что всех можно купить. Нет, не можно. Мне понравилось здесь выступление, было в эфире, когда выступал Попков, журналист. Забыла, к сожалению, имя, надо же, вот общалась и забыла. И что человек сказал? Он сказал одну фразу, которая мне, кстати, запала. Если мы не готовы к борьбе на длинной дистанции, значит, ну, грош цена нашей борьбе. И я считаю, что он прав, потому что если мы не готовы сегодня к длительной борьбе, если мы не готовы выставить, если мы хотим, чтобы завтра все случилось, революция, переворот и так далее, у нас ничего не получится. Нам надо копить силы, нам надо копить людей, организовываться и так далее. То есть все это делать последовательно, четко. И без этого ничего не получится. Мы 29 лет терпели эту власть. 29 лет позволяли им бесчинствовать, 29 лет распускали их там. Они разложились до нервы, и разложили народ. А сейчас мы хотим, нас мало. И мы хотим, чтобы все случилось, как вот по волшебству. Нет. Нам придется кропотливо обратно собирать голоса людей, привлекать их на свою сторону, переманивать, убеждать и все, что угодно. Но собирать по крупицам эту силу по-другому у нас не получится. Либо мы по крупицам будем собирать, наращивать эту силу, и тогда мы точно будем знать, что она у нас есть, и победим. Либо мы будем ждать, когда там кто-то где-то проснется, там, наконец, и все вместе, вот как у всех есть иллюзия, да, что «а давайте крикнем, пойдемте снесем шало», да, и все выйдут на площади. Никогда этого не будет. И вы видели, как мы выходили на митинги, сколько было в начале людей, и как это все случилось потом в конце. В итоге люди перестают выходить, потому что, да, действительно руки опускаются, но надо научиться выходить большим количеством. По-другому мы не победим. Хочу сказать, что мы не случайно в чат приглашаем много-много разных людей, почерпнуть, чтобы хотя бы крупицу какого-то опыта и из той борьбы, которая есть. Я, например, в Украине вижу очень многие вещи, и иногда жаль, что не можете вы видеть это, как я, моими глазами, потому что люди, конечно, здесь другие. Люди здесь такие, которые не потерпят хамства властей. Такого хамства, как у нас, тем более не потерпят. Это невозможно. И вот когда мы начинаем рассказывать, вот сейчас у меня очень много друзей, российских диссидентов, патриоты, которые вынуждены были тоже бежать в Украину, люди, которых судили за посты в Фейсбуке, которым давали реальные сроки, которые сидели там по 2-3 года в этих ужасных колониях за свои посты в Фейсбуке или там еще где-то. И когда мы начинаем это все рассказывать украинцам, они нам не верят. Они говорят, ну так не может быть, ну как же так, за пост в Фейсбуке посадить человека. И вот я вижу на то, как действует российская власть или как действует наша власть, это абсолютно идентично. Но насколько другие украинцы? То есть они вот нам говорят, слушайте, ну мы бы сразу вышли и дали бы этой власти по башке за то, что она принимает такие законы. Почему вы не вышли? Субтитры создавал DimaTorzok Вот хочу ночному лемуру ответить, да. Да, действительно, очень много людей, которые вот так открыто смеются. А вот и не надо на таких людей опираться и тратить на них свои силы и энергию. Всегда найдется рядом человек, у которого есть пытливое мышление, взгляды, и который сможет подумать и все-таки принять правильное решение и встать на нашу сторону. Не надо опираться на болванов, они потом все равно принесут только вред. А таких людей ничего кроме вреда не бывает. Они нестабильны, их туда-сюда качают, они сегодня на наши сторонники, завтра нет. Надо опираться на тех людей, у которых есть последовательное, целостное мировоззрение. И расстраиваться из-за того, что люди болваны, тоже не стоит, потому что так всегда есть и во всех странах, и там, где делают революции, в том числе. Я в Украине вижу очень много людей, которые говорят, да зачем им нужен был этот Майдан, а сами при этом пользуются, пользуются результатами Майдана. А что это за результаты? Это прежде всего свободные СМИ, это прежде всего работающие в суды, это децентрализация, когда у них в каждом регионе, каждый район принимает решение, куда потратить бюджет, а не так, как у нас там Назарбаев один все тратит, люди даже не знают, куда эти деньги потрачены. Я извиняюсь, я вот тут нахожусь в такой зоне, где очень низко летают самолеты, и вам, наверное, слышно этот рев самолетов. Я всегда стараюсь людей останавливать и перестань ругать казахов. На самом деле, ну такие люди везде, повсеместно, повсеместно есть и патриоты, повсеместно есть люди, которым все равно. Вот у меня есть подруга в Киеве, мы давно с ней дружим, я еще в Казахстане с ней познакомилась давно, то есть по Фейсбуку познакомились, кстати, и этот человек настолько небезразличный. Когда был Майдан, моя подруга резала бутерброды до кровавых мозолей и таскала по три тысячи бутербродов в день на Майдан. Вдумайтесь, какие цифры. У нее практически весь офис работал на эти бутерброды, понимаете? Они всем офисом резали бутерброды и таскали их на Майдан вот этим патриотам. И даже этого не позволяла делать тогда власть. Они стояли и держали, значит, вылавливали людей с бутербродами, с едой, не пропускали их, арестовывали этих людей, увозили этих людей. И наши девочки, вот они мне рассказывают, как они в итоге эти бутерброды прятали в огромные баклажки пятилитровые, где они отрезали им дно, просовывали эти бутерброды, а потом заматывали эти баклажки под видом, что это бутылки пустые. Понимаете, да, что люди, если у них есть идея, если они убеждены и верны своей идее, они все придумают и найдут любые способы. Украинцы победили именно так, потому что были такие, как моя подруга Лена, и делали вот такие вещи, совершенно бескорыстно тратили свои собственные накопления, рисковали своей свободой и даже жизнью, но носили туда на этот Майдан бутерброды, а кто-то носил что-то другое и вносил какой-то другой свой вклад, и таких людей очень-очень много. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры Добавил субтитры Добавил субтитры интервью и занималась расследованием моего дела в Украине. Это было еще в прошлом году, осенью. Ее зовут Катя, и вот эта Катя, она была настолько возмущена тем, что люди после Майдана берут деньги за грязные публикации, и у нее были слезы. Она мне говорила, смотрите, вот буквально вот здесь, а это правда, то есть мы были на крещатике, и там совсем рядом остались следы, там, где люди погибали, Это всё, естественно, памятные места. И она показывает и говорит, что совсем недавно вот здесь люди умирали за то, чтобы не было лжи. И теперь, получается, берут деньги от казахстанских властей наши журналисты, мои коллеги. Мне стыдно, она это говорила со слезами на глазах, понимаете? Вот это проявление гражданского негодования, такого настоящего от души, меня это настолько восхитило. Я в такие моменты верю, что хороших людей больше. Я в такие моменты верю, что сильных людей больше. И даже если нас очень мало, мы сильнее тех людей, которые занимаются вот этой ерундой, тех людей, которые сегодня мешают нам, тех людей, которые воруют и так далее. Потому что нас всё-таки, нами движет настоящее, чисто искреннее чувство, желание, чтобы наша страна процветала и жила нормально хотя бы. Я уже не говорю о том, чтобы вернуть людям возможность не умирать, не гнить в тюрьмах и так далее, а процветать и жить достойно. Тут вот человек про пенсию оставил комментарий. Если мы будем рассуждать категориями пенсии, я это называю категориями колбасы, то есть еды, если мы будем рассуждать этими категориями, у нас ничего не получится. Потому что на самом деле вот сейчас огромное количество людей в Украине поняли преимущество Майдана, поняли преимущество свободных людей перед несвободными. Понимаете? Когда ты свободен, когда ты можешь прийти в институт и потребовать что-то, не боясь, что ректор за тобой где-то будет гоняться в углах, стращать тебя, требовать, вымогать у тебя деньги. Я вижу просто на все эти вещи, смотрю с огромной радостью, как студенты здесь развиваются, я смотрю, как развиваются здесь какие-то институты. Конечно, много ещё недочётов, конечно, много ещё проблем. Но, простите, у них идёт публичная борьба. У них идёт публичная борьба за то, чтобы принимать решения, выражать мнение какое-то по важным государственным вопросам. Они участвуют в строительстве страны, участвуют буквально, не как мы с вами. Мы не можем не просто влиять на строительство страны, мы не можем влиять даже на то, чтобы защитить себя элементарно от произвола правоохранительных органов и судов. Мы этого не можем добиться. А здесь влияют буквально на все сферы жизни. Если где-то что-то пошло не так, значит, люди поднимаются, идут и майданят. Майданят в Украине практически, ну, блин, каждую неделю по любому поводу. Что-то не так выходит к тому органу власти, где что-то не так и требуют, качают, так сказать, свои права. И преимущество здесь не в том, что количество там пенсии маленьких и так далее, а именно в той свободе, что им позволяют выражать свои требования и не преследуют за это, никого не преследуют. Субтитры создавал DimaTorzok Я могу бесконечно рассказывать про Украину. Я безумно люблю и Киев, и вообще эту страну люблю, несмотря на то, что мне здесь много удалось, пришлось пережить. Но я всё-таки хочу вернуться к нашим проблемам и поговорить о вопросах самоорганизации. Реально пришёл момент, когда у нас очень много людей страдают за свои политические убеждения. И вот я говорю о том, что мы на скидку насчитали около 30 человек сегодня, которых преследуют власти по политическим мотивам. И я хочу сказать, что это не только мы ДВКшники. Если присмотреться, вот, например, абсолютно политически мотивированное дело Буржана Азанова, абсолютно политически мотивированное дело девочки, которую изнасиловали в ВКО Алены Ивановой, девочку, которую сегодня осудили за то, что её изнасиловал депутат. Также политически мотивированных дел за убеждения религиозные очень много. То есть людей судят за их свободу вероисповедания. Огромное количество таких дел, огромное, просто тоже десятки людей закрывают за то, что они там придерживаются той или иной веры. Это всё политически мотивированные преследования. И их стало слишком много, чтобы не замечать этого. И я ещё раз говорю, это не только ДВК. Это просто режим настолько боится любого свободолюбия, проявлений любого инакомыслия, что закручивает гайки вообще по всем фронтам, по всем направлениям. И нам с вами нужно уже научиться как-то организовываться по этим вопросам и создавать группы поддержки. Надо начать хотя бы в социальных сетях. Я вот опять вижу комментарии, если бы наш народ был сплочённый. Смотрите, сплочённость начинается с одного человека. Один человек хочет, чтобы вокруг него кто-то сплотился. Он что делает? Он создаёт ячейку. Он говорит одному своему товарищу, другому. Он говорит там члену своей семьи, брату, отцу, матери, сестре. Говорит, нам нужно быть вместе. Едиными вот в этом вопросе. У него появляется ячейка. Его, к примеру, последует кто-то ещё. С этого начинается сплочённость. Никакая сплочённость не начинается со ста человек. Это всё начинается с одного человека. И только так мы можем это всё начать. Поэтому вот этот, я хоть и не люблю его банальный лозунг «Начни с себя», он на самом деле работает. И начинать надо именно с себя. Если вы хотите, чтобы мы стали сплочёнными, начинать надо с самого себя. Самому себе организационные подходы прорабатывать, прописывать и говорить. Сегодня я найду такого человека, который там со мной будет завтра делать то-то. Послезавтра я найду ещё двоих, потом ещё. Я расскажу о чате, я расскажу о программах ДВК. Я ещё что-то расскажу. Но я буду убеждать одного, второго, третьего. Десять человек будут думать, один примет решение. Вот с этого начинается сплочённость. Даже если вы считаете, что там над вами кто-то посмеивается или присматривается, или думает там о вас с осторожностью, с недоверием, вы этим людям уже заранились в зерно размышления, для размышления. Это зерно прорастёт. И прорастёт оно именно в тот момент, когда к этому человеку тоже постучится режим. Или постучится этот режим кому-то из его родственников, друзей. В такие минуты эти зёрна прорастают с огромной скоростью. Вы прекрасно видели, сколько людей одномоментно прозрели, когда погиб Денис Тен. Вдруг тысячи и тысячи людей начали писать о власти такие вещи. Потому что когда-то где-то кто-то это зерно заранил, и они начали прорастать. Это нормально и правильно. Так было и будет всегда. Поэтому я думаю, что если мы… Вот у нас, например, в Фейсбуке организована группа «100 препрессий». Там, в этой группе, пишется обо всех наших политических узниках, о том, что сегодня происходит, суды и так далее. То есть мы стараемся туда, в эту группу, выкладывать информацию как можно больше. Я сама лично обращаюсь к правозащитникам, ищу информацию о приездах в миссии и так далее. То есть мы стараемся постоянно работать с какой-то информацией, которая касается защиты прав наших людей, и тех людей, которых преследуют, и тех людей, которые уже сегодня в местах заключения находятся. И поэтому я вас просто… Начните хотя бы с этого, начните с малого. Поддержите эту группу, начните писать посты в поддержку наших политузников, начните их хотя бы репостить и придавать массовое распространение тем событиям, которые происходят в Казахстане. Это тоже очень важно. Потом, знаете, вот чтобы проявлять активность, чтобы быть активными, да, вот мы выходим на площади, сейчас как бы мы не выходим. Мы пытаемся заполнить пока вот, ну, то пространство. Лето, неактивная политическая пора, понятно, да. Но давайте тогда будем активными хотя бы там в социальных сетях и в СМИ. Вот мы когда-то практиковали очень хороший метод, комментарии оставлять на страницах АЗАТЫК. Почему АЗАТЫК? Да, потому что свободу слова читают международные обозреватели, международные правозащитники, депутаты также европейские и так далее. То есть если мы там проявляем активность и пишем о каких-то вопиющих случаях и так далее, то есть это тоже показывает, то есть даже не надо правозащитнику приезжать в ваш город, если вы подробно описываете, что происходит, поддерживаете какой-то там, допустим, в комментариях, говорите о том, что да, действительно, такой-то беспредел есть. Посмотрите, как АЗАТЫК реагирует на общественные события в стране. Вот, например, они освещали вчера события в Шимкенте. Наверняка кто-то из наших активистов, кто-то из жителей Шимкента знает о том, что там происходило. Вот нужно заходить на такие ресурсы и оставлять множество подробных комментариев. Это тоже пища для правозащитников, это тоже пища для международных наблюдателей, для тех, кто сегодня внимательно смотрит за ситуацией в Казахстане. А смотрят внимательно, потому что мы актуализировали вот это внимание своими протестами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так вот, возвращаясь к нашим политзаключённым, давайте будем поддерживать людей в судах. У нас начались процессы по Аблавасу Джумаеву в Актау. Там у нас три человека находятся под следствием. То есть на троих человек возбуждены уголовные дела. Это Женис Бесимбаев, это Айгуля Кберды и её муж Аблавас, который находится в СИЗО и заключён под стражу. Вот к этим людям, вот сейчас у Аблаваса Джумаева начались судебные процессы, надо его поддерживать. Идут публикации, пишет Бюро по правам человека, пишет Азатык, пишет там какие-то другие, вот есть у нас ещё по борьбе с пытками какая-то, Элбасити пишут. То есть какие-то ресурсы, которые могут себе ещё позволить, там Айнура Курманова, пишут, значит, там надо комментировать, слова поддержки оставлять. Значит, на страницу Айгуля Кберды надо оставлять слова поддержки, на странице у Жениса надо оставлять слова поддержки. И вот это вот всё будет придавать людям Дух. Вы обратите внимание, да, всё равно за нами внимательно наблюдают, даже в том же Фейсбуке, в Ютуб, в Инстаграм, везде, где присутствует ДВК, везде, где присутствуют наши сторонники, за нами внимательно наблюдают, очень много комментируют людей. Если мы задаём тон, если мы туда прибежали, начинаем комментировать, активно поддерживать, соответственно, другие люди тоже приходят, они читают и задумываются. Мы с вами своими комментариями заставляем задуматься оставить это зерно, положить его, и потом мы дождёмся, когда это зерно обязательно взойдёт. Потому что всегда будет ситуация, которая сколыхнёт людей, какая-то ситуация несправедливая, как сейчас в Шимкенте, людей за то, что они работали, разгоняют. Не за то, что они на митинге стояли, а за то, что они работу свою выполняли, хотели себя прокормить, их разгоняли и арестовывали, загоняли в автозаки и увозили в полицейские участки. Вот такие ситуации, они всё равно где-то дают почву, и люди начинают задумываться. И в этот момент есть мы с вами, с своей программой, со своим видением будущего, со своим видением, как всё устроить, как всё изменить. Это очень важно. Ну и как бы сам чат у нас, да, это уникальная площадка. Вот мои российские друзья-диссиденты, они всегда удивляются, восхищаются, как вам это удалось. Смотрите, у нас падает количество участников. Я сейчас вижу 85 и 8 тысяч. То есть представьте, мы потеряли 4200 человек из чата, 4200 человек. И мы все здесь присутствующие, вместо того, чтобы нарастить количество своих сторонников, мы говорим ни о чём, мы болтаем. Мы вообще любим поболтать ни о чём. Мы любим засорять чат, чем попало. И многие люди, кстати, уходят из чата, потому что здесь нет конструктивных диалогов. Мне часто пишут, что в чате делать нечего. Мне очень много, многие пишут активисты, которые наблюдают за нами, за чатом, и говорят о том, что вот в чате идут бестолковые разговоры. Я считаю, что это тоже плохая позиция, потому что если ты хочешь конструктива, начни с себя, зайди и задай конструктивный тон. И веди этот конструктивный тон, и, допустим, направляй в какое-то созидательное русло, когда люди будут не просто болтать, а предпринимать что-то, самоорганизовываться, добиваться чего-то вместе. Какие-то предпринимать маленькими ячейками, но предпринимать какие-то усилия, добиваться каких-то результатов. Хотя бы по каким-то маленьким узким вопросам, даже в поддержке одного активиста. Это совершенно несложно, прийти к человеку на суд, поддержать его словами какими-то подбодрить и так далее. Я считаю, что просто мы не делаем. Мы даже здесь, в этом чате, проводим время праздно очень. Хорошо и правильно, если бы мы из каждой площадки извлекали максимум пользы. Везде, где присутствуют массовые сторонники ДВК, начинают оживать ветки, комментарии и так далее. Поэтому я вас просто призываю. Быть активными можно и в социальных сетях. Нас заметили на улицах, и нас должно быть много там, где есть популярные публикации, особенно публикации о нас с вами. Когда комментируют что-то, касающееся, относящееся к ДВК. Нас там должно быть много, наших комментариев должно быть много. Мы должны задавать тон, повестку, мы должны задавать тему, так сказать, направлять людей о том, чтобы они говорили не негативно, а о том, чтобы они обсуждали, а что у нас есть, говорить о наших программах, заставлять их задумываться. Если мы не будем там своё время праздновать, терять там в пустых разговорах, а будем где-то, допустим, организованно заходить на какие-то там страницы, сайты и так далее, или ютуб-каналы, и комментировать наши ситуации, мы принесём больше пользы ДВК, чем просто будем здесь сидеть и болтать. И мы плохо используем наши ресурсы, очень плохо. У нас есть собственные каналы, у нас есть чат, и мы всё это плохо используем, потому что мы не используем это организованно. Мы не умеем самоорганизовываться, не можем инициировать ни одного маленького дела самостоятельно. Вот этому нам с вами надо учиться. Я, пожалуй, буду закруглять своё выступление. Я пока не вижу никаких вопросов. Если они сейчас как бы появятся, давайте я отвечу. Но пока я думаю, что я очень многое сказать успела и про свой суд, и про то, что в Украине, как вот к этому всё относится, и про наших политзаключённых. У нас очень много болтовни в чате, как обычно, и никто вопросов не задаёт. Но я вас подожду. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что ж, друзья, большое спасибо за ваши поздравления, за то, что вы со мной так тепло и искренне разделили эту радость. Это на самом деле наша общая победа, потому что огромное количество людей в Казахстане переживали за это и желали нам успеха, следили за этими процессами. Я считаю, что мы все сегодня можем разделить эту победу, потому что на самом деле это победа тех демократических институтов, к которым мы стремимся, тех демократических принципов, к которым мы с вами стремимся. Это очень важно видеть на собственном примере, как это работает и какие это даёт результаты. Всем большое спасибо. Я думаю, что ещё услышимся. И постараюсь на этой неделе пригласить к вам в чат Орда Кашин. И я хочу сказать, что в четверг в нашем чате выступит Ирина Земляна, правозащитник, которая с правозащитной миссией пробыла в Казахстане довольно долго, более двух недель, насколько я понимаю. И ей есть что рассказать о том, как она видит вот те процессы, которые в Казахстане, значит, как режим поступает с нашими гражданами. Ну, я думаю, что это будет очень интересная беседа, поэтому в четверг мы услышимся с Ириной Земляной. Всего хорошего. Всем пока. Продолжение следует...